Зелёное богатство, как уберечь лес, сегодня обсуждают в крайне национальном форуме. Небывалые силы, как мощнейший ураган валил деревья на бирюзовой катунью. Гребём к победе алтайские спортсмены выиграли сразу шесть медалей на чемпионате России. Наши новости начинают свою работу. В студии Евгения Даровская. Здравствуйте. В эти минуты в Барнауле проходит национальный лесной форум. Сюда съехались около 2000 экспертов, экологи, геодезисты, егери. Также приехали депутаты Государственной Думы, общественники. Открыл форум в Рио губернатор региона Виктор Томенко. Четверть территории края покрыта лесным фондом. Сегодня в возрасте отношения леса, лесопереработки, трудится более 7000 человек. В этом году национальный лесной форум прошёл в трёх городах. На площадках в Барнауле специалисты обсуждают проблемы, отталкиваясь от специфики региона. Участники уже посетили Бобровское лесничество, питомник редких птиц Алтай-Фалькон. Сегодня главное событие – подписание соглашения между правительством края и Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржей. Правительство, администрация заинтересованы в том, чтобы внедрять новые способы прозрачной системы ценообразования, с тем, чтобы внедрять новые механизмы торговли. Предложения, которые сегодня прозвучат на площадках, помогут внести коррективы в законопроекты. Подробный материал о ключевых решениях форума смотрите в вечернем выпуске новостей. К другим темам. 13-летнего мальчика унесло течением во время купания на реке Бия. Как сообщает Краевой следственный комитет, 12 июля в селе Малоугренёво несколько детей купались без сопровождения взрослых. Мальчик не справился с сильным течением и ушёл под воду. Очевидцы случившегося пытались его вытащить, но безуспешно тело ребёнка до сих пор не нашли. По факту ЧП проводится доследственная проверка. Правоохранительные органы напоминают, купаться разрешено только в отведённых для этого местах. В Алтайском крае от шторма пострадала Бирюзовая Катунь, сообщает московский комсомолец на Алтае. Последствия урагана устраняют уже третьи сутки. Подробнее об этой и других новостях от Сибирской медиагруппы в кратком обзоре далее. Мощный грозовой фронт на этот раз прошёлся по территории Алтайского района края и особой экономической зоне Бирюзовая Катунь. Стихия бушевала всего час с 18 до 19 часов вечера 13 июля, но её последствия устраняют до сих пор. На территории турзоны ураган поломал деревья, снёс крышу общежития для персонала, повредил линии ЛЭП и несколько автомобилей. На данный момент электроэнергия возобновлена, Бирюзовая Катунь работает в обычном режиме, но пока ещё убраны не все поваленные деревья. Добавим также, что на этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших. А вот в Барнауле на пешеходном переходе сбили двух подростков, информирует полиция БРО. Инцидент произошёл ночью 15 июля. По словам очевидцев, перед пешеходным переходом водитель не сбавил скорость и сбил двух молодых людей 14 и 18 лет. Один из них от полученных травм погиб на месте аварии, второй госпитализирован медиками с подозрениями на перелом ноги и сотрясение головного мозга. Горный Алтай, возможно, скоро станет вторым куршевелем, пишет газета «Аргументы и факты». Идеей создания фешенебельных шалей на Алтае одержим российский миллиардер Олег Тиньков. Он этим летом планирует впервые побывать на Алтае, но при этом признался, давно мечтает создать в алтайских горах фешенебельный отель для богатых клиентов «Ля Дача». Подобный проект Тиньков воплотил во французском куршевеле, Италии, а также в Астрахани. Правда, олигарх в интервью отметил, что его последним планом препятствует слабо развитая инфраструктура в регионе. Добавим, Тиньков родом из соседней Кемеровской области, а в Алтайских предгорьях прежде жила его родная тетка. Елена Макаренко, Наши новости. В Барнауле ребенок получил травму на прогнившей детской площадке. Как сообщили родители малыша паблику «Барнаул-22», инцидент произошел по адресу Шукшина, 15. Мальчик провалился под игровую конструкцию с прохудившимся деревянным покрытием. Очевидцы давно высказывали опасения по поводу состояния детского двора. Спорткомплекс пришел в негодность, торчит арматура. По словам родителей, на этой площадке была куча травм у многих детей. Переломы, ушибы разной степени тяжести. Но обращения в различные инстанции пока результатов, по словам жителей, не принесли. Грибцы из Алтайского края завоевали шесть медалей на чемпионате России, который прошел на грибном канале «Крылатская» в Москве. Представители Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края выиграли шесть медалей, сообщает официальный сайт правительства региона. Две награды на счету. Канаистки Ирины Андреевой в индивидуальной гонке на 200 метров она завоевала бронзу, а на дистанции 500 метров в кануе двойки золото. На дистанции 200 метров в одиночном кануе второе место занял Андрей Крайтер. Еще три медали у байдарочников Александра Дьяченко и Кирилла Липунова. По итогам соревнований Дьяченко, Липунов и Ирина Андреева получили право выступить на чемпионате мира. Актеров-кукольников будут готовить в Алтайском крае. После трехгодичного бесплатного обучения каждый получит диплом с квалификацией «Артист театра кукол». Актеры отводят почти все отрасли искусства, в том числе режиссуру, пластику, хореографию. Занятия проведут профессионалы из Новосибирска и Барнаула. Они, кстати, обещают, что после окончания курса артисты-кукольники смогут работать в любом городе мира. И уверяют, что профессия кукольника становится все более востребованной. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин, и вы ищете замену вашему обычному лекарству, «Атероклифит» – натуральное лекарство для снижения холестерина. «Атероклифит» – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае сегодня велика вероятность дождей. Гроз во многих районах станет прохладнее всего. 22 градуса синоптики обещают в Рубцовске и Змейногорске, в Белокурихе – 21, в Бийске и Заринске – 26 тепла, в Барнауле ветер северо-восточный, временами порывистый, днем, возможно, гроза и до 26 градусов выше 0. Все новости к этому часу. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok